Надоели однообразные сервера. Ты почти уже убеждён, что DarkRP проекты создаются только ради денег. Админский блат не знает предела, и теперь на некоторых серверах нельзя даже нормально купить маники, если ты не друг или же родственник создателя. Сам факт того, что на сервере можно что-то приобрести за реальные деньги, вызывает у тебя неконтролируемые вспышки ярости. Ты уже выучил наизусть большую часть преролов у своих любимых ютуберов. Избитые тезисы в стиле отзывчивой администрации и интересных работ уже тебя не берут. Но где-то в сердце всё же остаётся небольшая надежда на качественный РП-сервер. И мы здесь именно для того, чтобы растоптать её на худшие аддоны, были собраны специально для того, чтобы ваш компьютер мог спокойно делать для вас яичницу. Баги, которые мы не хотим фиксить вот уже 5 лет, при условии, что серверу чуть меньше чем 2 года. Это ужаснейшая работа любой администрации, ведь если она себя показывает хорошо, то мы кидаем их в котёл с кипящим м***ю. Вечно сидящие микробандиты на маниках заработали не только миллионы долларов, но и геморрой размером с дыню. При подготовке обновлений создателями употребляются конские дозы самых тяжелейших прип***ь, а также галюту. Остатки от них выбрасываются ивентером, чтобы они могли вас радовать интересными событиями. А по специальному промокоду WELCOME ты получишь яхту, вертолёт 10 миллиардов триллионов денег, годовой запас сухариков 3 корочки и пожизненный запас нервов для игры на DarkRP. Переходи в описание, мы не ждём тебя. Охренеть, как непривычно мне сейчас играть на 1080p Monique, словно какая-то другая реальность, ебогу. А что, мне не надо теперь глазами водить по углам монитора? Серьёзно? Так что, можно было? Ну ладно. Ой, тут можно денежку и пермать Glock взять себе, нормас. Ну, Glock 18 я, конечно же, беру, потому что как иначе? Я не хочу оружейный магазин открыть. Ну, не умный дом, конечно, хотя я бы его с кайфиком сделал на каком-нибудь гамбите. Там для этого всё, что нужно есть. И челики, которые любят заходить просто так, поломать что-нибудь тебе. Бар-кафе мне не подойдёт. Ну, может быть, вот это угловое здание. Войс пока говорить не буду, я просто для всех тут как бы... Я есть на сервере, но я не существую для остальных. Поначалу всё было очень даже хорошо. Я пытался присмотреть себе подходящее помещение под магазин, но наткнулся на местного душнилу. А почему, собственно, душнилу? А потому что пока я играл, я постоянно наблюдал каждые 2 секунды от него жалобу на что-либо. Он даже на какой-то жалобе у админа, который её разбирал, попросил ник наказанного игрока. Тот ему его не захотел говорить этот ник, и он начал угрожать админобузом. Абсолютно больной человек. Это ваш дом. Это ваш дом. Это мой дом. Нет? Это мой дом. Понял. А что, вопросы? Эльцам, что меня встань, пожалуйста. Допустим. Эльцам, что меня встань, пожалуйста. Почему? Не встань. Может, это поникновение в чужую квартиру. Эльцам, что меня встань, пожалуйста. Эльцам, встань, не встань. Ладно, окей. Не открывается моя хата, а ты чё? Зачем? Я купить хочу. Лицензия на оружие есть? Ну, я понял, лицензия на оружие есть? Ну, давайте есть. Лицензия на оружие есть? Есть пока. Я показал ему документы, но ему этого было почему-то мало. Покажите. Ладно. А Шимонада было от меня? Я ему сказал, что я хочу купить. Я хочу купить этот дом. Мне нужно просто купить его и всё. Я бы взял вот этот бутик, но он очень большой. Мне столько места просто не нужно. Вот зараза, они все купили дома и не живут там. И ещё какое-то время я побродил по городу в поисках подходящего. Мне помещение под магазин и не нашёл ничего. Всё же самое лучшее место для магазина это то, которое близко находится к спавну. Хозяин, которому эта земля была не особо нужна, с радостью продал мне её за 0 долларов. Я начал застраивать его как можно быстрее и как можно проще, ведь время – деньги. Тогда я ещё не подозревал о том, что мой магазин закроется, не успев и открыться. И знакомых мне проблем были только некоторые микробандиты, которые захаживали в магазин, чтобы разбить окна. Но ещё с детства я знал то, что на каждого хулигана найдётся ружьё с солью. А, мужик? Нахуй надо было ломать. Кто просил, непонятно. Где ваша стена? А, ну, я буду вам сзади. Я могу, конечно, выставить, но мне немножечко подгонять его по размеру. Ну, мне напали, стой, не надо, не надо, не надо. Всё, умер, умер, умер. Хорошо рикошеты работают. Мне за это очень нравится М9К, потому что рикошеты – это бомбовая штука. Чё почём? А что нужно из оружия? Выключи вывес мод, пожалуйста. Что нужно из оружия? Моим первым клиентом стал какой-то контуженный дед, который без конца говорил о войс моде. Стоило мне только с ним заговорить. Хотя, странно, он ведь пришёл за оружием, он не может сказать, что ему конкретно нужно, и он говорит только про какой-то бойс мод. Моя просьба к тем, кто наблюдает и содержит этих людей. Пожалуйста, в следующий раз в магазин не отпускайте их одних. Они могут натворить бед и потом вам за них отвечать. Поэтому приходите с ними на поводке. Далее мне попался искоренитель голосовых имплантов. Он только за органику, и поэтому он не приветствует всякие бойс моды. Скажи, скажи. Ну надо, скажи. Скажи 1, 2, 3. Нет, я тебе говорю, скажи 1, 2, 3. Чё, ебанулся совсем, блядь, чё за 1, 2, 3 скажи? И вуаля, он нарушает правила, которые запрещают угрожать наказанием игрокам. Ну если не скажешь, друг, за 1, 6 отлетишь. Ну запрещено, используй сторонние пау на сервере. В том числе 8 мод. Нет, ты разговаривал только что. Нет. Я тебе даю 1 минуту, не говоришь, не отлетай. Нет, это прям хорошее. Я только что стоял рядом с тобой, ты разговаривал. Угроза банам наказуема. Я не угрожаю, друг, я тебя дефицирую просто факт и всё. Там пермачит. Ладно, я тебя понял. Я вроде бы сказал то, что у меня есть разрешение, но он решил не проверять. И давай ей просто выдать бан. Угу. А нет, чтобы удостовериться в чём-либо. Не, надо просто молча бан выдать. Причём админ... Ёб твою мать, блядь. Ёбаны в рот. Я только... Я даже ничего не продал. То есть, понимаете, пермач за то, что я рот открыл свой с модом. После этого мой магазин канул в лету, и желание перестраивать его, и набивать снова клиентскую базу, которая в прошлом была равна одному человеку, и то неадекватному, я особо желанием не горел. Это почти то же самое, что работать в общепите. Ты вроде бы работаешь, обслуживаешь клиентов, всё нормально, но потом залетает какой-нибудь один ебанутый кадр, и ты его запоминаешь на неделю, а то и месяц. Поскольку родители меня воспитали вежливым, я уступаю ему место в бане, и он улетает туда на 2 дня. Потому что надо было мне скинуть форму, чтобы я сам себя наказал. Либо дождаться старшую администрацию, которая выпишет мне пермач за то, что я якобы нарушил правила. С чистой душой я начинаю новую жизнь за агента FBI. Расследования, рейды, какие-нибудь перестрелки с бандитами, это всё не про меня. У такой прекрасной профессии в арсенале есть маскировка, с помощью которой можно будет перевоплотиться в любую из доступных профессий. Два дня за... всё улетел. Я прокликал 300 раз, меня ёбнули просто как скота, блядь, какого-то. Ну чё за нахуй? Ого. А где такой же ствол взять? А теперь за мной. К стенке вот туда. Чё? К стенке вон туда. Сейчас, секунду, погоди, мне не сходят. К стенке вон туда. К стенке вон туда. Плохо помнится, только что доставал и уже забыл. Я уже свободен, наверное, как пошёл. На, расслабься. Ну ты и чмом. Кого чмом назвал, ну-ка сюда зашёл. Давай, давай, зашёл, зашёл. Давай, давай, давай. Это не он сказал. Кого чмом назвал, меня ты. Понятно. Почекаем логи. Кого я хлопнул второго, ребят? Питывайте. А нах он на меня напал? Я ещё и выигрыш забрал отсюда. Далее пойдёт моя небольшая полицейская рутина во время комендантского часа. Поскольку уже прошло более чем две минуты, я могу наказывать людей за то, что они не дома. Не дома в кача. К стене, встаньте. К стене. Я за это залезаю. Не дома в кача. Так, а вот тут немножечко наперёд объясню. Я челик отэпнул, чтобы он себя наказал за фиррп и нонрп. Потому что, когда меня позвал вот этот челик в казино, достал оружие, он спровоцировал перестрелку, я в силу расширенного фиррп мог ему ответить, но зачем туда полез ещё один владелец казино, я точно не знаю. Как он потом позже объясняет, он решил по мне начать стрелять из-за того, что я попал по стене в его казино. А напасть на человека, который тем более вооружён, который тем более у тебя на глазах, изрешить и у твоего лучшего друга, почему бы и да. Логика дракерпешеров до сих пор непонятна многим. И что-то как ко мне, какие проблемы или что, лор? А если он по казино своего троповика попал, своего бульдога, это не значит то, что я не должен с вами бронять защиту, свой дом. И чужого порчить, чужого мучиться начинает стрелять по моей мебели, по моей территории просто за бульдога. Ты в курсе, что твой друг спровоцировал перестрелку и угрожал оружием. Нет, а потом зачем ты напал на человека, который спровоцировал, самообронялся в вашем казино? Где ты мне нормально объяснил? Ты мне не объяснил, ты мне просто сказал то, что было. То есть я тоже самообронялся, что мне делать? У меня ФРП получается, да? То есть я самообронялся тоже. Почему я достал оружие? Весомая причина. Я тоже не собронялся, а казино, то что ты попортил чужое имущество и тоже тебе ничего не касается, да? То, что, окей, я выдам у тебя одну минуту. Ты что? Какая разница, ты стреляешь по человеку, порчишь чужое имущество? Да. А я тут как тебе касаюсь, Алло, то что ты ко мне начал по моему казино стрелять и по моей территории начал стрелять. Это тоже такой вопрос интересный к тебе. И почему я должен не самооброняться, а просто смотреть, как моё казино ломают? Ну, ты попал. И по казину ты попал тоже, по-моему. Я не за друга защищался. Я защищался казино моё, которое ты начал портить. Жду выдачи. Жду прогноз. Ты выдашь себе фриварант, ты будешь себе выдавать фриварант? У меня фриварант откуда? Я что, обыскивал кого-то? Вот форма. Купи у меня это, купи у меня ЛГГУ 7000%. Оху. Сбыт вещества. А теперь во время того, как... Нашел, кому, понимаете, предлагать купить. Далее мне пришла идея, как превратить свою работу из рутины во что-то более интересное, чем аресты за комендантский час. Я начинаю искать массово продавцов по всему городу, которые могут мне продать интересные курительные смеси и прочее. Я ищу их не с целью употребления, чего и вам не советую, потому что это зло, которое разрушит вашу жизнь. Даже самые легкие вещества – это в каком-то роде трамплин к более тяжелым, которые имеют куда больше шансов навредить вам физически и изменить вас психологически необратимо. Моя задача заключается в том, чтобы поймать какого-то челика на сбыте или же продаже запрещенных веществ. Во, во, мистер Бист, вот он, вот он, вот он. Ребят, вот мистер Бист. Мистер Бист, это вы. Мистер Бист. Давай нам деньги. Мистер Бист. Мистер Бист. Мистер Бист, здравствуйте. Мы твои фанаты, мистер Бист. Окей. Сбыта распространения. Пиздец. Я еще и выиграл у него в казино, блядь. Ха-ха-ха. А, наконец-то, дай пахать его. Все, наконец-то я его выпекал. Нападение. Так что? Может быть, я еще какого-нибудь продавца найду, интересно. Есть куш у тебя или нет? Продай куш. Продай куш. Окей. Половину сначала. Сбыт и распространение. Весь в доке, все нормально. Тысяча процентов куш, ледяной. Пятьдесятка всего лишь. Давай, давай, давай. Да нет, давай, давай, давай. Так. Сколько граммов? Сейчас скажу. Там банка 1150. Давай, давай, давай. Давай лучше в здание зайдем, мы туда вот в помещение. А, да тут чисто, тут чисто. Тут только повар какой-то ебанутый был. Все, берешь, значит, получается, да? Давай тогда, что по-честному. Ты первую половину... Не-не-не, давай, слышь, забери, чтобы по-честному было. Первую половину. Таня, давай, 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 я сразу скиду. Угу, давай, давай. Спасибо, я подобрал. Да, да. Скупка запрещенных веществ. А как по пакетикам разбить эту банку, вот, неинтересно. Не, ну, а какой процент? Процент какой? Они все одинаковые? Сбыт и распространение. Ну, 600 есть, 500, 550, 2 по 600, короче, а 500... Ну, давай 2 по 600-то, да. У меня, смотри, 250 есть, иди, иди пока по делам. Вот еще вайсмарк. Иди по делам пока. Ну, 2 по 600, короче, ты, да, это покажи. У меня 250 есть. А ну-ка, что там? По процентам. 600. А, вот это сейчас что-то не видно. А, вижу, вижу, да-да-да, зашибись. Сейчас, сколько там, 120, да? Ну, да. А как так вышло? А, мы друг друга переиграли, я так понимаю. Мы друг друга переиграли. А ты хули тут делаешь? Блядь, это мой друг, не надо. Это мой друг, не матеряйся. Забудем. Забудем об этом. Забудем об этом. Забудем. А я-то думаю, че у тебя ник такой, бля, в голосе фиолетовый. Чуть-чуть алый такой, не знаю, с фиолетовым. Знаешь, сколько я уже банок таких... Я по 50% три банки так отработал вещдоков. Одну по 50% ледяную. И одну ледяную тысяча процентов. Я-то думаю, че ты, блядь, в ручки достаешь, нахуй, я думаю, блядь. Проверочка, а ну, просол. Так, ну все, небольшой расход. И сейчас, если че, встретимся еще. Хватит за мной ходить. Понял. Какой ДМ? Ты за мной ходил, я тебе говорил, перестань за мной ходить. Я тебя предупреждал. Как, как, какого такого просто так убил? Тебя только... Ты за мной ходил, подозрительный был. Я тебе говорил, все, хватит за мной ходить, а ты меня преследовал. Я от тебя вот так вот назад отошел, а ты обратно за мной пошел. Это разве не причина? Это? Ты меня преследовал. Да, это причина. Зависи вот от другого модератора. Здравствуйте. Он за... Он, вот, он как... Он был наемным убийцей, и он за мной ходил. Я ему говорил, перестань за мной ходить. Он меня прям преследовал, преследовал. Я от него начал убегать. В итоге, он за мной дальше продолжил убежать. Я вот за него зашел, и он снова пришел. Ну, точнее, не пришел, а побежал за мной. Он меня преследовал. И вот сейчас он меня обвиняет в том, что я его без причины убил. Какой посреди дороги я тебя в теньке убил? Ну да, заботливо, чтобы я тепловой удар не получил. Охуеть. Точнее, не в теньке, а там. Зови сюда другого модератора. Они по всякой хуйне будут другого модератора звать. Дальше у меня пошел достаточно скучный материал. Его немножечко разбавили тюбики, которые прибежали, и начали вести себя показательно, как обезьяны, только ради того, чтобы попасть в новое видео. Кстати, один из них был в прошлом видосике на Блэквуде. Давать им тут экранное время, думаю, нет никакого смысла. Поэтому я залил их себе в Телеграм. Там буквально минутный ролик. Можете зайти, посмотреть. Даже не подписывайтесь, умоляю вас. Нахуй он вам этот Телеграм-канал не нужен. Правильно? Что ночью творится, интересно? Пол третьего, а? Я бы посмотрел. Давай на 160 тысяч. По приколу. Сразу же. Со мной тоже. Да прикольно. Да просто так. 166 тысяч. Давай. Да вы что, на приколе, блядь? Даже смысла играть не буду. У меня ровная сумма 43 миллиона. А что это было? Он еще и модером стал. А с чего он решил просто всех взять и заебашить? Типа, зачем? Он взял, просто выкосил. Раз, два, три, четыре. Четверых. Ебать, я вообще такого не ожидал. 50 кг ярости проебал ролл. А, я? Да. Тильт немножко. 28 лямов проиграл. Вот и по этому типу. А, я не могу банить. Извини меня, пожалуйста, а то день будет какашечный. Да я тебе его подправлю, другалек. Больной, блядь, человек. Проебал бабки в роли на дракерпет. Все, я пошел ломать вещи и всем кабины заодно. У меня такое ощущение, что это еще не конец даже. Это даже не начало, на что я наткнулся, пока ночью играю. Вот ночью это пиздец, Лен. У меня есть баночка 3000%. Это сколько? Я только тысячу видел. Твоя цена какая? Че? Че, за сколько? Да. Давай за 100. Давай. Тут даже больше чуть. Ихренасия. А че у нее за цвет, покажи. Цвет. Че? Цвет, цвет, покажи. Давай так. Цвет? Да, давай так. Я тебе сейчас половину даю, ты даешь ее, я тебе вторую половину. Окей. Я... Я ФБИ. Половина есть. Сбыт и распространение. В кадрах, где я сажаю человека в тюрьму, в левой части экрана вы можете заметить камеру, которая засекла то, что я сделал. Мне надо было скрыться из ее поля зрения и перемаскироваться под другую профессию. В этот момент, как раз таки один из этих челиков, кто сидел там, открыл дверь. Он, наверное, думал то, что я тут же залечу в квартиру и начну что-то типа рейда какого-нибудь, но нет, мне надо было просто переждать какое-то время, чтобы он подуспокоился и понял, что ничего Хате не угрожает. А затем я успешно завершаю свое задание и нахожу недостроенную базу с кучей манепринтеров, которые я уничтожаю и накрываю в соло. Пособничество. Манепринтеры. Как я это сделал, блядь? А я думал, он меня спалил и поэтому не выходил за дверь. Я просто видел моделька, которая через текстуру двери вылезла. Как будто он целился, что ли, или просто по камере меня, может быть, уголком увидел. А нет, вся братва в тюрьме сидит. Этот отключился. Ты что делаешь, ебанутый? Ты ебанутый? Нападение на госсотрудника. Там человек, он закон города нарушил, он убил другого человека и начал стрелять в ответ еще по мне. Можно про что у тебя с голосом? Вот. И мне поэтому его пришлось уже, получается, не арестовать, а убить. А зачем ты стрелял, я не пойму. А ты знаешь, что у тебя сейчас перманентный бан? Началось. Нет, не знаю, не знаю. Тут нельзя использовать такие вещи, как смена голоса. Ладно, не об этом. Там выходит, я сейчас правило гляну, сроки. Я просто особо их не знаю. Там выходит 25 минут бана. А, ой, Джайла Джайла. Выдашь себе 25? Я просто не могу, там у меня будет админа босс. Если я тебе выдам. У тебя сейчас нарушение, ты используешь смену голоса. Ты знаешь, что на этом сервере запрещено использовать смену голоса? А, хорошо. Хорошо, ты себе 25 выдашь? Ну, давай, чекну правила, сколько тебе нужно выдавать за такое. А я тут при чем? Я тебе говорю про твой срок 25 минут. Ты будешь сейчас выдавать? А я тебе про твой сейчас буду говорить. А я тебе про твой скажу. В том, что ты можешь. Ну, я правда, я не настроен на ночь, глядя, сидеть с кем-то, разговаривать. Я просто зашел поиграть. Хочу поиграть спокойно, а тут нарушить. А я только что купил разбан спермы. Разбан? Вопросы? Разбан спермы, это как? Меня забанили навсегда, и я купил разбан. Соболезно. А, поздравляю, поздравляю. Так это, выдай себе 25. В итоге, я достаточно долгое время пытался с ним нормально и адекватно разговаривать, попросить его, чтобы он просто выдал себе 25 минут Джайла. Он мог за это время пойти и позаниматься своими делами, раз он ночной игрок, или же просто ливнуть и на утро зайти уже без наказания. Но дракерпега в наеду всегда намного важнее рассказать о том, что же нарушил администратор, который нашел у него нарушение, точнее, который посмел найти у него нарушение. Вы, наверное, заметили, что я несколько раз у него спрашиваю, будет ли он выдавать себе наказание. Он не дает точного ответа и постоянно переводит тему на нарушение правил войсмода, хотя речь идет не об этом. Это можно вполне считать за отказ от выдачи себе наказания, что является нарушением правила админа буст на этом сервере. И вот у меня, ребята, за все время, как я снимаю Гаррисмод, сложилось такое правдивое достаточно впечатление о тех, кто играет в дракерпе и наблюдает за его новостями. Это не обо всех, конечно же, но все-таки ощутимо большая часть. Есть такая прослойка в дракерпе, которая просто не ценит и потому не заслуживает хорошего к себе отношения. Я не знаю, почему так сложилось, но у меня даже типичный РДМщик столько отвращения не вызывает, сколько те люди, которые попадают ко мне в ролик, или же те, кто оставляет какие-то записи в группах ВК, посвященных Гаррисмоду. Но это просто не люди какие-то. Такая прослойка в дракерпе или же в Гаррисмоде, она необычайно капризная и при том необоснованно капризная. У них реально к 23-му году сложилось впечатление, что вот должен кто-то ради них создать сервер, который будет идеален подходить под все их требования и при этом не будет никакого, к примеру, доната. Вот вы говорите то, что я там ЧСВ, хотя уже такие вроде бы перевелись, а вы представьте то, что в дракерпе есть пласт игроков, причем немаленькие, которые реально на серьезе думают, что из-за их самомнения огромного, им кто-то реально что-то должен сделать в этой игре безвозмездно ради их благополучия и хорошего игрового экспириенса. И одна такая часть комьюнити сидит в каких-нибудь обосранных пабликах и высирается на любой новый сервер, который только-только открылся, отбивая тем самым желание продолжать что-то делать дальше. Другая же часть дракерпе берет, покупает себе донатные админки, отыгрывает тучу часов, за все из которых они не могут нормально выучить правила, просто не могут осилить текст. И если кто-то посмел у них найти нарушение и попросил их себя за это забанить, ну там на какие-нибудь 20-30 минут, то они будут до последнего, брызгая слюной, доказывать, что они правы, а ты нет. И вот второй тип у вас на экранах, он нарушил нон-рп, фир-рп и фридамаг. Нон-рп, потому что он никак не относился к конфликту и решил в него ввязаться, потом фир-рп, потому что подставился под перестрелку и по правилам этого сервера это запрещено. И фридамаг, у него не было причин по мне стрелять, рандомного. Блядь, можешь нормальный голос включить? Меня уже так раздражает твой голос. А меня ты раздражаешь, я с тобой сижу 10 минут, я к тебе хорошо отношусь, а ты вот так вот жопой ко мне повернулся. Ушел куда-то, я тебе тут сижу сдул. А что ты думаешь, с тобой кто-то хочет разговаривать по жизни? А, пуху, я себя зажалю, но потом тебе вернется. Что мне вернется? Кинь, как мне себя жалить, мне лень писать. Ты времени достаточно потянул? То ты уходил куда-то, я ждал тебя достаточно, ты тут сидишь, ну бред какой-то разводишь, типа еще оскорбить пытаешься. Кто-то там в жизни со мной не хочет говорить. Я с тобой-то, я с тобой-то вынужденно общаюсь. Пока не замутли. Алло, ты мне скинешь сроки, как не себя жалить? Ты же меня замутил, Шизюк. Алло, что-то писать. Ты меня замутил. Так, пойдет? Сейчас, там добавь еще, получается, сутки, один день. И сейчас тебе скажу... А, еще сутки и пять часов. Там нету суток. Там суток нету. Вот за... Если этого убьешь, я тебе спасибо скажу, а потом тебя забанят. А этого дай убить, он все равно никому не нужен в этой жизни. А потом забань его. На мужика. Да, на мужика, на две секунды приключения и все. На мужика. На мужика, дай. Слушай, он все равно улетит. Он либо тут убьет кого-то еще, либо на другом сервере. Давай, браток. Да, так что давайте. Все. А его можно убить? У тебя идет отказ от выдачи себе ОФД админа? Нет. Да. Где ОФД админ? Ну, ты прописал форму by бидор. Твою фамилию написал, что... Почему? А при чем тут моя фамилия? Откуда ты меня знаешь? Ну, так ты ж этот... Я ж тебя заказывала вчера. На ночь. На один день. Помнишь? Точнее, на ночь, да. На один день ты не вытекла. Мужик все-таки, кстати, вообще, ну типа паражей. И как бы можешь не позориться и просто молчать. Да. Если что, ты мне в хуй дышишь, и твой микрофон-то мой хуй. Так что все, давай. Подожди, не бань. Слышишь, скажи все, что ты о нем думаешь. Он тут про пидоров что-то рассказывает, браток. Подожди, не бань. Ну, он что-то вообще хуйню несет. Ладно бы, если бы как-то троллил тебя на маме хотя бы. Подъем, ты не так прописал себе наказание. А у тебя уже ад, что меня разжалил. Потому что ты по ошибке себе выдал наказание, чтобы не отсиживать сутки. Там нету субок. Ой, суток. Субок. Ты не то что говорить, ты читать не умеешь, не говорить. О чем вообще речь? Почему ты думаешь, что тебе можно открывать... Данила, а у него, кстати, перманентная банка, вроде, из-за того, что он использует голосовой редактор. Что, ты долго настраивал демку свою ебучую? На своей сковородке вместо компа. Полудурок. Да, у меня комп дороже тебя точно будет стоить. Ты не знаешь, сколько он стоит. Да мне поебать, сколько он стоит, если за компом сидит у ебища. Мне все равно, сколько твой комп стоит, правда. Ты мне лучше скажи, сколько артом работал ты и твое семейство, чтобы на него накопить. Сколько анимутых хуев было отсосано... Ты имеешь в виду твоя мать? Нет, а при чем тут мамовые? Четыре часа было точно. Покажите ему хоть один неотсосанный член быстрее. Причина байбидор нормальная. У тебя выходят сутки, пять часов за ОФД и двадцать пять. Сутки? Тогда, когда ты свою ебучую демагогию разводил, пытаясь прочитать, что я тебе пишу в текстовый чат. Я вот только сейчас решил войс говорить, судя по тому, что ты прочитать текст нормально не можешь сначала. Я тебе написал сутки бана, а ты говоришь, какие суки баны? Ты же неграмотная обезьяна ебучая. Контуженный хуесос. Ебать, я тебе. Закрой пасть нахуй. Охуенно, блядь. Закрой пасть нахуй. Иди на ебучий субботник. Отрабатывай, сколько пропустил, пока сосал на трассе на новый компьютер, который дороже меня стоит. Четыреста часов, блядь, отстало. Ебанат, блядь. Я тоже могу потыкать. Знаешь, куда ты можешь единственное потыкать? Вот посмотри на свою обосранную руку правую, которую ты мышкой держишь. Или же ногу, я не знаю. Вот это единственное место, куда ты потыкать можешь в ближайшие лет 10. А можно вопрос, зачем ты на меня РДМщик опустил? Человек захотел тебя убить, потому что он просто с ума уже сошел от такого мерзкого голоса, как у тебя. Причем мой-то ему понравился. Да, мой-то ему понравился. У него просто приступ ярости, и в этот момент надо было больному оказать полное содействие. То есть дать просто тебе разбить морду нахуй. Привет. Я Акара забираю с ивента, потому что у него сутки бана бывает. Всем пока. Поиграл на ивенте? За что ты меня забрал? В смысле, я тебе приз выдаю. Я тебе приз выдаю. Приз? Какой ты мне приз выдаешь? Давай сюда. Сколько на час встаешь? На три? Может на денечек? Сутки бана 5 часов и 25 минут. Не нахуй. За то, что он нарушил отказ от выдачи себе. Наказание. Потом ОФД админа своей формой. Байпидор. Затем Занон РП, Фир РП и Фри Дамаг в РП профессии. Когда он решил, что он какой-то супергерой. Да что ты там запинаешься? Что ты затраил, еблан милки? Вы на ивент попали, правильно? Ты же на ивент попал, я тебя оттуда уже забрал. Админ согласен с тем, что ты победитель. Сегодня ты получаешь вот это. Я демку напишу. Репорт кину, блядь. Репорт, блядь. Да это пиздец, ты понимаешь? Я культурный был вот минут 20 подряд. Меня это уже нахуй выбешивало. Я стою ему, просто говорю. Вот ты тут-то, тут-то нарушил. Вот тут-то неправильно. Потом я у него спрашиваю. А что реально? Бандиты это как супергерои. Могут там помогать кому угодно. Да, да, говорит, это так. Я сейчас даже правила найду. В итоге я его сидел, ждал минут 5. Ждал, пока он найдет правила. Он его, блядь, конечно же, не нашел. Потом я ему говорю. Ну, выдай себе 25 минут. Ну вот, у тебя будет перма. Как ты себе сейчас будешь перму выдавать? Я говорю, а как я себе перму выдам, по-твоему? За что мне перму выдавать? Потом его чуть ли там не стошнило от моего голоса. Потом он все-таки согласился, начал кидать форму с оскорблением. Вот эту вот, байпидор. А до этого он не хотел себя банить, что по факту есть отказ от выдачи. Кстати, РДМщик ему тоже хуев в рот напихал. Просто донатная ебанная грязь. 400 часов тварь, блядь, на сервере. Пополняем фанбазу отборными банами. Субтитры сделал DimaTorzok